Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Родом из детства». Сегодня у меня необычный гость. Хотя, можно сказать, что все гости в нашей программе по-своему необычные. Но сегодня это особенный гость. У меня в гостях композитор, поэт, писатель, заслуженный артист Российской Федерации, продюсер, отец, муж Леонид Агутин. Привет, Юня. Здравствуйте. Привет. Спасибо, что ты в своем сумасшедшем графике. Я видела на твоем сайте, сколько у тебя гастролей и как они плотно друг к другу, эти города стоят. Сама по собственному опыту знаю, насколько это сложно. Спасибо, что ты нашел время прийти к нам на детское радио и поговорить и о твоем детстве. Магическое слово «детское» сработало. Вот. Замечательно. Итак, ты родился в Москве в 68-м году в семье музыкантов. Я-то уже родилась в семье музыкантов, это нас, в общем, как-то должно сближать. Расскажи, что ты помнишь первое из своего московского детства? Ты наверняка был хулиганом, наверняка были какие-то интересные истории. Вот о всем об этом я бы хотела услышать и все наши слушатели тоже. Ну, совсем маленького себя я не помню. Мне очень обидно, мне некоторые рассказывали люди, ну, так, по жизни иногда. Я, например, там в пять лет или в четыре года или там. Я этого совсем не помню. Помню где-то начиная с последнего годика детского сада и потом, пока я пошел в школу. Там дальше все довольно отчетливо у меня в голове. Я очень непунктуальный человек. И причем это зависит совершенно не от меня. Я вот опоздал первый раз в первый класс. Несмотря на то, что мне мама учительница, ей тоже нужно было в школу, а мама человек пунктуальный. Но она ничего не могла поделать. Просто я все сделал для того, чтобы... Что было причиной твоего... Какая-то была причина, она всегда какая-то есть. Причем это какая-то карма. Вот я, водитель за мной приезжает, сейчас уже за взрослым дядей Леней, куда-нибудь на работу. Я всегда на 20-30 минут выхожу позже. Он уже это знает, он меня обманывает, называет мне неправильное время. Он умеет ездить очень быстро и так далее. То есть он привык работать в экстремальном режиме уже 10 лет. И привык, что я... И вот это 10-15 раз я выхожу не вовремя. На 16-й какой-нибудь, на 20-й раз я беру себя в руки, забираюсь заранее, все вокруг отметаю. Делаю все, чтобы наконец-то... Вот сегодня ну никак нельзя опаздывать. Ну никак. Просто будет некрасиво. Эти люди меня не знают. Там и так далее. Или там это какой-то прямой эфир или что-то. И вот я встаю у дверей, собранной... И вдруг... И мне звонит водитель и говорит, здесь вы не представляете, какая авария там где-нибудь. Я стою и ничего не могу сделать. Я пытаюсь пробиться, но извините, Леонид, опоздаю на 20 минут. Вот. Но я потом нагоню, мы успеем вовремя туда. То есть это вот карма. Вот я человек... Или если я прихожу, не дай бог, вовремя, то обязательно... Кто-то другой опаздывает. Все вокруг начинают опаздывать. Начинают ломаться камеры. Начинается аппаратура. Чтобы привыкли. На самом человеке я вбегаю за 15 минут. Мы быстро настраиваемся. Потому что все уже наученные и воспитанные там за многие годы люди. И профессиональные. Я вбегаю. Мы быстро делаем, и все звучит. Не дай бог, я решил попробовать новую вещь. Повозиться с гитарой, то-сё. Приехать часик за полтора. Я приезжаю, сижу, жду. А что такое случилось? Здесь что-то поломалось. Лампа вылетела. Все накрылся там. Вот тогда это... Странно. У нас аппарат такой. Мы уже месяц работаем с вами. Никогда ничего не накрывался. Ну, вот так вот. И это началось с детства. Поэтому с детства я это помню. С детства меня за это ругают. У меня уже комплекс того, что я не пунктальный. Но как-то с этим живу. Когда меня просят сделать, например, музыку для кино, например. И дают мне дедлайн время. Вернее, конкретное время, когда я должен сдать. 15 сентября мы встречаемся с вами, говорят, вы приносите материал. Моя отличительная особенность. Я всегда прихожу 15 сентября со всем материалом. Случая не было, чтобы я не принес, не сделал свою работу. Но прихожу не в 4, как мы договорились, а в 4.30. Последние полчаса как раз. То есть я обязательный, но не пунктуальный. То есть я всегда делаю все, что мне поручено. И что касается от меня, никогда никого не подводил. Но прихожу немножко не вовремя. А вот, Лень, ты родился в музыкальной семье. И наверняка отец привозил каким-то хитроумным способом те 70-е годы какую-то зарубежную музыку. Кто был твоим первым кумиром музыкальным? Я помню, как отец меня... Извини, пожалуйста, Лена. Я помню, как отец меня один раз в жизни решил встретить из музыкальной школы. Я всегда был очень занятой, везде где-то работал, носился у него. Он не просто был артистом. Уже когда я ходил в музыкальную школу, он был администратором, директором музыкальных коллективов. Группу Стаснамина. Песняры, веселые ребята, повеющиеся отца с легендарными самыми коллективами переработал. Конечно, трудов, работы, заботы у него было миллион сюда и гастролей, и просто бегать к делам. Конечно же, мама это прекрасно понимала. И, в общем-то, делала это сама. Забирала меня, отводила. Но тут отец решил включить отца и... Делал тебе сюрприз. Делал тебе сюрприз. Я вышел из музыкальной школы, мне говорят, а что ж, всех забирают, а меня нет. Я так гордый говорю, спокойно, у меня все равно сейчас папа придет. Прождал его час, папа не пришел. Перепутал время или не успел. В общем, я пошел домой сам. Это было незабываемое для меня событие. Потому что ничего сложного это из себя не представляло. Никакого ужаса я не испытал. Страхов никаких не стало. Просто шел по дороге, которую прекрасно знаем. Школа находилась довольно далеко от дома. Я был, конечно, маленький. Ну, не настолько, чтобы не понимать, как перейти дорогу там или не уйти с чужим дядей или там, не знаю. Ну, что какие-то понятные вещи для меня были уже. Дорогу я знал, идти одному мне даже было интересно. А главное было приятно, что меня все взрослые спрашивали. Мальчик, куда ты? Ты не потерялся, а где твои родители? Такое было время интересное. Дети были все для всех общие. Все как заботились. Я, кстати, тоже в музыкальную школу всегда ходила одна, потому что родители всегда в театре. И из музыкальной школы всегда одна. Но музыкальную школу я вот как раз не очень любила, потому что мама у меня пианистка. И я занималась и дома, и в школе. Вот ты как относился к занятиям музыки? Я занимался и дома, и в школе. Занимался не так много, как нужно было, конечно же. Потому что я был нормальный мальчик, я хотел играть в футбол, я хотел... У меня много было еще всяких увлечений разнообразных. Хотел задружить. Ну, каких, например, кстати? Это очень интересно, как мальчишка Леонид Агутин, во что он играл, чем увлекался, что собирал, в конце концов. Тогда ведь все повально собирали, кто марки, кто фантики от жвачек, кто от конфет, кто монетки. Все занимались собирательством? Собирательством занимались, да. Я тоже что-то в шкатулочку собирал, всякие полезные вещи, как мне казалось. Но я очень любил книги, не хочу хвастаться, так звучит, конечно, сейчас. Смотрите, дети, какой Леонид был в детстве хороший, вы такими же будьте. Но вообще будьте, конечно же. Книги, это очень интересно. Дело в том, что кроме книг, в общем-то, ничего особого и не было. Совершенно верно. Если бы у меня в руках был такой гаджет, как сейчас у каждого почти ребенка, наверное, неизвестно, что бы я выбрал, потому что это, зараза, страшная. Тебе кажется, что ты там тоже можешь все прочитать. Это неправда. Ты будешь отвлекаться на всякие другие вещи, толком читать. Уж в телефоне точно невозможно. Но есть иллюзия того, что там как бы вся информация мира собрана в интернете. Но почему-то все равно пользуют самую ненужную информацию. Как говорят, если бы 70-ники узнали, 60-ники, что в руках у каждого человека практически, городского жителя, там, я не знаю, более-менее выше, там, низкого достатка будет, в руках коробочка, в которой будет собрана вся информация мира, а они будут ее использовать для того, чтобы друг друга посылать фотографии кошек, они, конечно, бы сильно были поражены. Тогда собрать информацию мира для людей, у которых это было очень важно, чтобы идти в библиотеки, долго-долго там просиживать. Сейчас это точно так же сложно, потому что много знать, надо очень много читать. И никакое понимание того, что ты в любом федоре это можешь погуглить, не поможет, потому что только твое понимание намного все-таки важнее. И осознанность, конечно. Да, свое само, голова твоя может хорошо работать, только когда в ней есть сама информация. Не потенциально ты можешь ее где-то посмотреть, а когда она уже в ней есть. Тогда вот эти вот нужные вещи, мозг из рюкзачка его достает, обрабатывает и выдает логически осмысленную информацию. Ну вот, а как туда, в эту голову эти вещи и эта информация попадает? Узнаем сразу после песни. Вместе с нами, о-о-о! Вместе с нами, о-о-о! Вместе с лучшими друзьями мы пообщимся на семи ветрах. Ах, солнце над голубой планетой, над землей идет детский смех. Дождь прольется теплым летом, а зимой повалит снег. Луным светом разольется тишина порой в ночи. Сердце песней отзовется, пусть со мною не молчит. Вместе с нами, о-о-о! Вместе с нами, о-о-о! Позовет друзей своих. Расольется песня эта полноводной рекой. И пойдет гулять по свету, поднимайся с нами, бой! Вместе с нами, о-о-о! Вместе с нами, о-о-о! Потанцуйте на волнах над планетой. Вместе с лучшими друзьями мы пообщимся на семи ветрах. Мы соединимся с голосом небес. Песней мир покорим, мир земных чудес. Родом из детства. Итак, в эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Лена Перова, а в гостях у меня замечательный Леонид Агутин. Народный, в полном смысле этого слова, артист-любимец от мала до велика. Человек, который написал детскую книжку. И мы сегодня обязательно затронем эту тему, потому что это потрясающе. Особенно заинтригую вас немножко, особенно интересен тот момент, какого зверя выбрал Леонид для того, чтобы написать о нем эту детскую книгу, которая так и называется «Я слон». Но вернемся обратно в твое детство, в юность, в музыкальную школу. Когда ты начал пробовать что-то сочинять на фортепиано, я вот помню, что мне казалось, что так просто. Мама нажимает какие-то разные клавиши, черные, белые, и льется музыка, там, Копен, Рахманинов, либо там какие-то пьесы из спектакля. И я пыталась что-то делать, но еще не ходила в тот момент в музыкальную школу. Но это только много позже я поняла, что это определенная последовательность должна быть в этих нотах, в гармонии и так далее. Вот как это происходило в твоей композиторской жизни? Ну, во-первых, меня очень оперегала педагог Марина Владимировна. Мне вообще очень повезло. У меня самая лучшая была учительница на земле. И я видел вокруг, как учительницы других, другие учительницы на своих студентов, как учеников, кричат, пьют по рукам, там, я не знаю, надеваются. Да. Вот. Психологически как-то. У меня прям была замечательность Марина Владимировна. Я ее очень любил. Вот. И она, мне кажется, тоже. У нас был класс небольшой, в основном девочки. Я вот один был мальчиком, там было двое мальчиков, потом, которые не выдержал. И, по-моему, один только мальчик в нашем классе добрел до конца музыкальной школы. Любила и оберегала, потому что мне всегда свойственна была импровизация вот этого сочинильства. Она мне объясняла, что это ты потом сам для себя. А вот здесь для того, чтобы сдать экзамен, нужно нотфи сыграть точно, который написан там. Каждый, кто будет сидеть в комиссии, знают эти ноты. И они, ну, в общем, будут нехорошо отреагировать, если хорошо ты, например, клавир Баха немножко изменить. Я говорил, ну, так же интереснее, Марина Владимировна. Так лучше. Вот здесь красивее будет, если поставить вот этот. Говорит, давай не тебе судить. Вот это все-таки классика. Даже они с девочками после... Там с кем-то занимаются. Я, как обычно, опаздываю. А они пока играют Аллу Пугачеву, что там на пианино. Если я захожу, говорят, тихо-тихо-тихо, все. Лене нельзя, значит. А то сейчас он начнет. Он сеганочку не срывался. Ему, значит, эстрада противопоказана. Это он все потом будет делать. А сейчас надо, чтобы он четко по нотам все делал. Этот момент импровизации, собственно, это и есть момент сочинительства. Собственно, сочинение, это и есть импровизация. Ты что-то импровизируешь, и потом просто это записываешь. Лучше из того, что ты импровизировал, можно потом доработать и сделать из этого произведение. Лет 12, наверное, первый раз осмысленно написал такое на ноты пьесу для фортепиано, которая называлась «Море». 12 лет. Да, она только тогда могла называться «Море», потому что «Море» — это было главное, что мне в жизни нравилось. Хотелось, что я любил, до сих пор люблю. Не могу совершенно без долгого времени на море не бывать. Океан, все меня это... Лечит. Тут я как человек-амфибия почти. Просто вот я с водной, я сросся с этой стихией, с водой. Без этой стихии не могу. И лучше всего я себя чувствую вообще в этом. Естественно, абсолютно. Я чувствую себя. На берегу моря. И написал это... Меня родители, когда в детстве на море его возили. Это, конечно, было самое... Я ждал этого каждый год. У меня это было святое. Я садился на берег и глядел на это море, как очень мог часами сидеть и смотреть. И написал, естественно, это море. Такая она была даже немножко ладина-американская. Мне кажется, сейчас... Не знаю, где я тянула. Уже когда тебя тянуло. Да, да. Как так естественным образом получалось. Очень заводная всегда музыка ритмичная. Видимо, вот твое мальчишеское такое, беззаботное твое начало, да, оно так в тебе и живет до сих пор. Или ты уже чувствуешь себя взрослым дядей? Я просто прочла в твоем инстаграме, когда ты поздравлял твою старшую дочь Полину с днем рождения, ты написал такие там слова о том, что именно ее появление на свет сделало тебя взрослым. Ты стал ответственным взрослым человеком. Но все-таки тот мальчишка Леня Агутин, он живет же где-то? Ну, конечно, живет. Вот, и я пытаюсь девочек своих, чтобы они, ну, какие-то воспитательные моменты, конечно, есть, но такие больше беседы как с равными. А показывать не стесняюсь. Где-то мы с друзьями собираемся, чтобы они присутствовали где-то на студии и так далее, чтобы они видели, какой я, в принципе, пацан. У меня работа такая все равно. Музыкант, он ребенок до конца своих дней. Вот, кстати, ты сказал, что ты всегда стараешься девчонок приобщать к встречам со своими соратниками. А ты сам, когда был маленький, любил вращаться среди взрослых? Ну, конечно. Это же самое интересное. Ну, это же они же музыканты. Папа приводил домой, я помню, мне 10 лет было. У меня, у нас в двухкомнатной смежной квартире, метров 35, наверное, она вся была. Собрались вся группа песниры с женами и детьми, вот. Мы умудрялись спать на двух кроватях все на полу. Это было счастье настоящее. Людьми общественно. Я больше, конечно, с детьми был вместе. Я помню, как они завидовали. Я после Нового года вставал в 9 утра и на лыжах шел в лес. Я ребенок был, я же не праздновал так, как взрослые праздновали. В 9 утра для меня было нормально. Для них, конечно, не было. Для них только заканчивался вечер, наверное, новогодний. Да, я помню, просыпался из них Дайнека, что ли. Смотрел, что я кого-то ухожу, говорит, ну ты крутой. Утром пойти на лыжах в 1 января. Я не понимал, что он имеет в виду, что такого крутого. Это надо было умудриться. То есть они за столом все сидели, на кухне сидели, умудрились где-то музыку играть, танцевать, что-то делать, громко говорить. А в это время мы с детьми еще умудрились из стульев каких-то столов, чего-то еще, собрать какой-то самолет, на котором мы якобы летали. Где мы его? Я хорошо, в счетливо помню, и самолет, и стол. Шалаши и строй. Шалаши на пяти метрах и взрослые гуляли, и дети приглядят под столом. Да, уникально это. И ничего нам не смущало. Так вот, может, именно из таких вот сплетается, из таких событий, из таких впечатлений детских, как раз и попадает та самая информация в голову, о которой мы говорили в конце нашего первого кусочка беседы. Может быть, это как раз вот та самая копилка, в которую забрасываются вот эти впечатления взрослые разговоры, их рассуждения, их взаимоотношения. Ведь все-таки, я не знаю, можно ли так говорить, все в каком-то возрасте начинают считать, что раньше было лучше, да? Просто потому, что сравнивают себя нынешние с собой же более молодые. Просто у тебя раньше было давление в норме, а сейчас это все. Конечно, было лучше. 120 на 80. Это счастье. Дайте мне сейчас стабильно, без таблеток это давление, я буду счастливый, я буду считать себя, что и сейчас хорошо. Ты замечательный отец, ты как бы даешь полную свободу самовыражения своим дочерям, и я знаю, как ты видела интервью, и видела, что твоя дочь Лиза занимается такой альтернативной музыкой, что парень у нее, кажется, барабанщик. Парень не просто барабанщик, парень хороший барабанщик. Да, вот это я тоже помню, что ты отметил, что парень хороший барабанщик. Как ты думаешь, продолжит ли она вот эту вашу династию музыкальную? Или, может быть, в каком-то возрасте остановится и займется юриспруденцией? Как бог даст, не знаю. Ну а что ты видишь, когда вы встречаете? Ты же занималась музыкой, серьезно, правильно? Это же было твоим единственным делом и жизнью. А сейчас вот как бы другое дело. Так всякое может быть. Но это все равно смежное. Она учиться пошла, мы долго ее пытались объяснить ей, что ей надо учиться. Она пошла учиться на общемузыкальный бизнес. Музыкальный менеджмент, то есть близко к, в любом случае, к музыке. Она там разбирается и так далее. Как человек, вот как она должна жить? Я смотрю на нее. Она решила рисовать. Мы эти картины взвешали на стены. Не потому что мы родители. Потому что это было уникально. Какой-то свой взгляд, какая-то рука как-то правильной пропорции. Когда, если они неправильные, то это специально. Краски. Она какие-то свои видео снимала. Какие-то готовить решила научиться. Она стала готовить. Гениально готовить нам обеды. Потом стала играть на гитаре. Она научилась за две недели. И сейчас она такие аккорды нажимает. Я не помню, не уверен, знал ли я их 20 лет. Может быть, это новые аккорды. Мне кажется, вы совершенно не давили на нее. И поэтому вот эта свобода творчества, самовыражение. Ну, давили только, чтобы в комнате убиралась. Рок-н-ролл только в чем угодно. Лиза, только не в этом. В комнате убираться надо. И какие-то вещи такие вот, которые... И все равно, сколько мы ни говорили, сколько мы ни говорили. Как появился мужик, за которым нужно ухаживать. Который сам неряха. То сразу она стала себе как раз очень даже женской женщиной. Как надо. Стала убираться, стала готовить. И довольно быстро, легко это делать. Ни рок-н-роллу не мешает. Ну, я просто к тому, кем она еще может быть. Музыка, не музыка, в любом случае творческий человек. Ну, вот есть такой, гуманитарий. Все, вот она оттуда. Я ходил в школу с педагогом по литературе. Я разговаривал. Она мне... Года три назад. Она меня вызвала. Ни в коем случае, запомните. Ни в коем случае. Не давайте ей бросать литературу. И что бы она ни делала, пусть обязательно пишет. Пишет очень хорошо. Я ее заверил. Сам думаю, ну окей, ну что. Ну, мне тоже самое. Моей маме говорили про меня. Ну, как-то я... Тогда было, она же не говорила, и пусть обязательно поподробнее становится на песенных текстах. Никакой же педагог этого не скажет, да? Если не бросать литературу, что имеется в виду? Становитесь Антолом Павловичем Чехом. Вот. Но не всем это дано. Потому что когда у тебя есть в руках еще разные средства художественной выразительности, ты не можешь их не объединять. Потому что это только усиливает, на самом деле, для себя, для самого мотивацию и для, там, его читателей, зрителей, слушателя потенциально. И усиливает эффект. Ну, вот о музыке и литературе мы поговорим сразу после небольшой музыкальной паузы. Я бы хотела нарисовать мечту Солнце и ветер молнию на лету Я бы хотела нарисовать полет Ветер свободы, что меня вдаль несет Вместо слез нарисовать цветы Вместо разлук мосты Вместо утрат мечты Но красок нет Что возвратить в рассвет Чтобы каждой минуте вслед Не говорить прощай Я бы хотела время нарисовать Чтобы навек улыбку твою поймать Чтобы навечно К разок застывший свет В рамке окна Оставил твой силуэт Вместо слез Нарисовать цветы Вместо разлук мосты Вместо утрат мечты Но красок нет Чтобы каждой минуте вслед Чтобы каждой минуте вслед Не говорить Не говорить прощай Родом из детства Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз в эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Лена Перова, в гостях у меня Леонид Агутин, певец-композитор, продюсер, поэт и автор нескольких книг, последний из которых очень даже детская. Хотя, мне кажется, любой взрослый с удовольствием ее тоже прочтет. Расскажи несколько слов об этом проекте. И почему ты выбрал именно такого героя для изучения и для подачи детям? Ну, любой взрослый с удовольствием, правда, прочтет эту книгу, потому что когда я собирал материал для нее, тоже прочел его с удовольствием. Этот материал, книга называется «Я слон», проект, в котором известные, всякие известные люди, способные пользоваться пером и бумагой, образно говоря, пишут про разных животных, специально для детей. Мне дали возможность большого количества животных выбрать. Я выбрал слона, потому что я поклонник этого животного, в принципе. Слон животное большое и может себе позволить не иметь врагов. И самому никому не быть врагом. Так же, как куала. По-моему, единственное. Так же, как куала. Нет, еще куала. Ну, куала, ну, куала, как сказать, ну, куала тоже больше же кого-то? Теоретически могла быть. Нет, куала питается исключительно эвкалиптом. Ну, травой питаются многие животные. Да, но куалу никто не может съесть, потому что уж больно пряная. Я просто в свое время участвовала в проекте Всемирного фонда охраны природы. И, ну, всю меня загримировали под куалу. Я сидела в эвкалипте и там ела какой-то... И, несмотря на это, никто тебя не съел. С чего ты сделала вывод? Нет, я просто очень много читала тоже про это потрясающее животное. И вот куала еще одно из таких прекрасных. Да, просто слон, по идее, грозное оружие, но, в общем, не враждебно никому. Слон еще хороший помощник человеку. Слон хороший помощник человеку, да. И вообще слон, в принципе, это аура, добра аура большого существа. Вот. Большое существо... Вообще мы все обожаем таких и людей, таких любим. Когда очень большой человек, без обиди, наверное, если что, вдруг, то поможет тебе. А в целом не агрессивен вообще. Не агрессивен, но его все любят, и он всех любит. Сейчас это та надега и опора, которая... Это то, что нам хочется всем. Нам хочется, чтобы государство такое было. Нам хочется, чтобы охранительные органы такие были. Нам хочется жить рядом с такими людьми, которые могли бы... Чтобы наши соседи были. Соседи такими были, да, да. И так далее. Нам хочется жить рядом с такими людьми. Вот слон – это такое же олицетворение таких людей, и поэтому я, не раздумывая, выбрал слона. И сам много интересного узнал и написал, соответственно, про это детям. Я думаю, что поэтому дети, а также их родители, книжку про слона посчитать не хотите ли. Так же, как и наша программа сейчас, и дети, и родители слушают. И я больше чем уверена, что, во-первых, книгу необходимо приобрести именно в бумажном виде. Ты недавно буквально в предыдущем нашем кусочке говорила о том, что невозможно в гаджетах читать. Может быть, нам с тобой, может быть, ребятам помоложе. Во-первых, это очень вредно для зрения. Во-вторых, это все-таки совсем не то, что бумажная книга. И я даже где-то прочла, что в мире существует такая тенденция, когда люди начинают возвращаться снова к печатным книгам. И я вот уже успела, увидела эту книгу. Ты принес с собой, насколько она красива и красочна, и здорово оформлена. И иметь такую у себя просто большое счастье и удачу. А тем более, если это будет целая серия и уже есть, существуют уже выпущенные книги, я с удовольствием соберу прямо всю коллекцию. Тем более, что большинство авторов хорошо мне знакомо. Да, имеет смысл, правда. Мы прижимаемся буквально на несколько минут и вернемся в эту студию. Лучи утра, лучи света в облаках Взыграли лики солнца на лугах Ветер сбросил с мягких листьев сон ночной Закружился зоркой ранней над рекой Пробежал по тихим сонным городам По проспектам, переулкам и дворам По ромашковым полям и по лесам Новый день привел с облайн гостей днам Новый день привел с летнее тепло Шум весенний, гроз и тень берез Он откроет лень радужным ключом Очень не спеша пойдет в мой дом Лепестков цветущих вишен карусель Белоснежная душистая метель Бриллиантами рассыпана роса Рвутся сосны, задевая небеса Это чудо новый день подарит нам Как волшебник дарит сказку малышам Прогоняя наши беды и печаль Открывая окна в будущее водой Новый день привел с летнее тепло Шум весенний, гроз и тень берез Он откроет дверь радужным ключом Молча не спеша пойдет в мой дом Новый день привел с летнее тепло Шум весенний, гроз и тень берез Он откроет дверь радужным ключом Молча не спеша пойдет в мой дом Родом из детства В эфире программа «Родом из детства» В гостях у меня заслуженный артист России Поэт, композитор, продюсер, автор книг Автор детской книги «Я слон» Иоанн Агутин Я напоминаю это для тех, кто, может быть, только что включил радио Но в любом случае, если вы вдруг опоздали на нашу программу Всегда можете послушать ее в нашем архиве На нашем сайте дети.фм Лень, давай вернемся, вот, так сказать, закольцуем нашу программу Твоим детством, твоими родителями Которых я вижу и по всем твоим интервью И по каким-то официальным источникам Которые просто такой выдают сухую информацию о твоей жизни Что родители сыграли огромную роль в твоей жизни И папа до сих пор, наверное, работает вместе с тобой Являясь твоим директором Или, как бы ты это сам назвал, более корректно, я не знаю Но я помню, когда как-то так было дело Организовывал твой концерт в одном из концертных залов Папа вел основные переговоры, твой папа Вот, а мама, будучи учительницей, наверное, до сих пор, может быть, дает тебе какие-то советы Или, ворот, расскажи, какую роль она играет в твоей жизни Мама, такое слово вечное Мама мой ориентир Настоящий человеческий ориентир Морально-нравственный, если хотите И вообще человеческий Вообще, мама лучший человек на земле Я ее очень люблю Она написала сейчас про меня книгу Вернее, это немножко не так было 20 лет назад вышла книга Которая называлась «Мой сын Леонид Агутин» Каким тиражом вышла Я так понимаю, что покупали тоже такие же мамы Было интересно И... Ну, прошло 20 лет Много нового произошло за это время И мама просто полностью переписала Новое столетие началось, в конце концов Да, она полностью книгу переписала А она сделала... Она мне не говорила об этом Несколько лет на это потратила Новые события Просто спрашивала, много рассказывала То, при чем она не присутствовала Причем присутствовала, написала И переписала много того, что было До этого написано Скажем, все переписалось Написано по-новому Какие-то вспомнились еще события Из детства, из юности И отрочества и так далее Которые не были раньше указаны В общем, теперь Книга Леонид Агутин Написанная моей мамой Выходит Вот буквально сейчас Вот она в мае Должна быть Наверное, к твоему дню рождения Это тоже рак, как и я Я рак, да, да Всеатлет будет 16 июля И это... К этому событию Мама, собственно, и готовилась Она очень переживала Что так все долго тянется Она хотела еще там В конце зимы выпустить Что я говорил Мамочка Я не знаю, насколько Тебе это может беспокоить Успокоить, вернее Со мной происходит так всегда Со всеми Все выходит вовремя Когда ты хочешь Только если, предположим Ты в этом году это задумал Дергался, дергался Потом понял, что уже поздно Это выпускать И выпустил в следующем И вот в следующем Уже готовый материал Ты заранее Все продумал Заранее всем разослал И оп Все получается красиво Выходит, когда ты хочешь Но вообще обычно Все всегда позже Все всегда не вовремя Лишь бы это было хорошо Тогда это найдет Своего читателя А это хорошо Вот Мама пишет Интересно Очень таким настоящим Правильным языком Может быть Она проработала учителем Начальных классов Собственно Свою основную жизнь И она у меня заслуженный Народный учитель И так далее И она аккуратно Все расшифровывает Все дает по полочкам Все у нее Язык хороший Язык хороший Читать легко Приятно Кстати Ты немножко вернулся Вернул и мои мысли В школу Напомнив о том Что твоя мама Школьный учитель У меня тоже Летом день рождения Я очень переживала Я не могу Одноклассников позвать Себе Все же разъезжались Как ты справлялся Свой день рождения Среди лета? Точно так же И это было Да, для меня Именно это переживание Было важное Я никогда не мог Да, именно одноклассник Потому что вот ты ходил В январе к такому В декабре к такому В марте к такому На день рождения А это же главное Для тебя люди С которыми ты учишься Конечно Потом Тот, у кого день рождения Раньше по традиции Приносил огромный пакет конфет В класс И если это какой-то будний день Всех угощали конфетами А потом эти все Приходили в твою маленькую Я тут жила В очень небольшой квартире И вот там Как-то Праздновали Я для себя придумала Ну просто Какой-то другой день В сентябре Ты какую-то уловку Нашел Для себя Нет, уловку Не нашел Единственное Что меня было Все равно Довольно много Всегда я такой был Лидирующий Мальчик И весь что-то Всегда устраивал Какие-то Самоделительные Какие-то сборища Которые 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 как-то Меня вот В этом смысле Удовлетворяли То есть я мог Получить Вот это Общение Но, конечно Летом Ты где-то В пионерском лагере Отметил И потом Кому-нибудь В сентябре Рассказываешь На другом Дне рождения Что вот Мы тоже Отмечали Тебе говорят Не знаю Я там не присутствовал Ничего про это Не знаю Но это Ничего не поделаешь Вот Что-то в летних Знаках такое есть Делающее тебя Немножко другим Именно из-за этого С самого детства Что-то в этом Какая-то специальность Эксклюзивность Твоя В этом Помимо того Что знак у нас С тобой Непростой В принципе Да Все время Задумчиво Творческий И лунный И помимо этого Еще Такое особое положение Празднования Твоего Главного праздника В жизни Тоже накладывает Некий С детства Отпечаток Кстати говоря Ты можешь вспомнить Какой самый Лучший Тогда В то время Был для тебя Подарок Подарен Родителями Или кем-то Из родственников Или из друзей Что вот Настолько тебя Обрадовало Ты мог бы Это до сих пор Помнить И сохранить Об этом воспоминание Ну Какие-то мелочи Конечно Больше Случайные Таких Каких-то Больших Серьезных Дорогих Подарков У меня особо В детстве Не было Мы Жили довольно скромно Но Наверное Велосипед Это самое Особенно Когда у тебя Его долго нет А у всех Уже есть Да Это появление Долгожданного Твоей тачки Твоей машины Под тобой Всегда Твоего Транспортного Средства Которое Можно ухаживать Но для мужчины Хоть Десять лет Когда Это все равно Это подарок Наверное Самый Самый Ну я тебе могу сказать Что и для девочки Тоже Мои родители Не могли Купить мне Велосипед Вообще Это был Довольно-таки Такой дефицит Был велосипед Салют Кама Пешкольник Все Мой папа Где-то На свалках И помойках Насобирал Разных Сломанных Велосипедов И собрал мне Из разных Велосипедов Мой один Уникальный Ну правда Он не складывался И у меня была мечта Он складывался Что на пятый этаж Тащить Ну да Было тяжеловато Но тем не менее Кажется Кама складывался Кама складывался И салют Тоже складывался Так что Для меня кажется Салют Вот с этой С этой рамой Ну мужской Такой Да Зеленого Светло-зеленого Цвета А когда В твоей жизни Появилась первая гитара Гитара папина была Откуда Не знаю Не помню Гитара у меня была Классная Где же я ее Где-то я ее Недавно Она у кого-то лежит А что это была за гитара Была Болгарская Какая-то Ну акустическая Акустическая гитара Но с железными струнами Струны были хорошие Я их долго не менял Они уже рассыпались Помню У меня такие были Все было такое клевое Такое Какое добротненькое Она не была у меня Сразу в руках А я после кого-то Она у меня От кого-то досталась Какого-то Очень хорошего музыканта Правильно наигранное Правильно где-то Покоцанное В каких-то местах Я эти покоцанности Еще наклейками Обклеил Спасибо тебе большое Ленечка За такую прекрасную беседу Напоследок Очень хотелось бы Услышать от тебя Пару слов и пожеланий Увлекающимся детям Увлекающимся родителям И всем тем Кто горит И идет вперед Несмотря ни на что Ну что можно пожелать Мои дорогие Родителям Конечно терпеть Как говорит перкуссионист В моем коллективе Повезло терпи Вот Да Это выражение Советую вам никогда не забывать Потому что Надо На мой взгляд Не забывать Что дети Это всего лишь дети Одновременно Не забывать Что они в общем Такие же взрослые Значит им сейчас кажется Что они будут Тем-то или тем-то Или кем-то Но Это может быть Правда или неправда Но глупо Готовить ребенка Сейчас В какой-то Конкретной профессии Просто если он Во что-то верит И чем-то увлекается Если это не противозаконно И не аморально Вот И талантливо То имеет смысл Ему только помогать Пусть ребенок развивается В той области Которой Ему это свойственно И который приносит Ему удовольствие И который заставляет его Основное свое время Тратить На это Если вы беспокоитесь Как родители о том Как это может Монетизироваться Когда-нибудь Поверьте мне Все что делается хорошо Когда-нибудь Монетизируется Не переживайте На эту тему Техническая Гуманитарная Вот Не обязательно Каждому ребенку Быть банкиром Вот Или трейдером Или криминальным авторитетом Совершенно не обязательно Так Вот А детям А детям Конечно же Хочется пожелать Любви, добра Дружбы Настоящих Искренних Творческих Человеческих Приобретений В этой жизни Увлечения Хорошего Настоящей Большой Мечты Это То что Хочется пожелать А приказать В грубой форме Хочется Не ленитесь Дети Не ленитесь Чем больше Навыков Вы получите С самого детства Чем больше Вы прочитаете Чем больше Вы узнаете Чем лучше Вы окрепнете Физически Духовно Интеллектуально Тем проще И лучше Будет вам Жить В настоящей Вашей жизни В реальной А она начнется Уже очень скоро Поверьте А еще Каких-то У каждого из вас 5-10 лет И все И начнется Самое главное Когда уже вам Никто не поможет Даже вы сами Не сможете Так что Сейчас учитесь Сейчас запоминайте Все Творите Тратите время На Ту подготовку Которая поможет вам В той жизни Когда вы будете Уже самостоятельны И сможете Позвольте себе Все что угодно Ну и конечно же От себя хочу сказать Впитывайте Окружающую природу Окружающий мир Обязательно Купите книжку Олене Дагутина Я слон И будьте такими же Добрыми Все слоны Это была программа Родом из детства В гостях у меня был Заслуженный артист России Леонид Агутин Поэт Композитор Певец И просто очень хороший человек А вам Доброго вечера И До следующей встречи Спасибо, Леонид Агутин Всем доброго вечера Пока Продолжение следует...